привет друзья конец апреля время обобщить видео материалы о крольчатах за месяц к сожалению в этот раз кадров не так много времени у меня катастрофически не хватает но тем не менее приступаем перед вами излишне ответственная крольчиха мамаша советская шиншилка которая ободрала себя практически всю видно как она себе пузо бока и даже немного спину захватила все пощипала чтобы укрыть малышей хотя сейчас уже очень тепло и это явно лишнее но сильные инстинкты привели вот к такому результату а может просто к летнему сезону готовилась увлеклась часто бывает что грудь и передние лапы себе выщипывают прямо до кожи а здесь она именно на боках сконцентрировалась молодняк подрастает иногда кажется что они какие-то маленькие но ставишь на весы да нет наоборот опережают все нормально из нормы никто не вываливается за апрель было три отказа у меня самок кормить детей что привело гибели окролов к сожалению это тревожный для меня момент но самки все были молодые так что попробуют еще раз такое бывает ничего критического вот в случае рецидивов уже да тогда самки отбраковываются и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот посмотрите, как самочка-калифорнийка ведет себя перед самым акролом. Животное лежит и часто-часто дышит, подняв голову. До родов буквально пара часов. Она это чувствует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видно, что другие животные в клетках рядом лежат, дышат совершенно спокойно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот опять самка перед родами. У нее это не первый акрол, поэтому изумление в глазах непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пару слов о маточнике за ее спиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это максимально упрощенная конструкция 50 на 30 на 30. Сделана специально для вот таких больших клеток 100 на 60 с высотой 50. Чтобы такой ящик целиком не разбирая, не складывая, ставить и вынимать через дверцу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маточника делается на петельке для удобства, чтобы можно было открывать. В данном случае боковая стенка открывается. Таким образом, это уже третий тип маточников, который я так или иначе использую. Большие цельные ящики, маточники-раскладушки навесные, в основном внешние. И вот такие мини-маточники для внутреннего базирования. А вот та же крольчиха через 2 часа, уже после родов. Родила и сразу укрыла пухом крольчат. Это вариант нормы. Некоторые заранее рвут пух, некоторые сразу после родов. Главное, чтобы крольчата были укрыты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот крольчата-подростки в разных маточниках, в разных клетках. За ними просто можно наблюдать. Музыка 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 Из-за невозможности других конструктивных решений в некоторых маточниках пришлось устанавливать кормушки прямо внутрь, крепя к стенке. Теперь крольчатам, да и мамам удобно кушать прямо в домике. Не надо сильно переживать, что им тесно. Представьте, каково кроликам в естественных норах, которые копаются лапками и явно не по метростроевским ГОСТам. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Несколько слов о ревакцинации. Наконец-то до торговых сетей дошла вакцина мартовской серии производства, то есть с включениями ВГБК-2, и я поголовно перепрививал своих животных. Молодежь, кто по возрасту подходит, колол новой вакциной, а те, что были вакцинированы ранее, если прошло не меньше месяца, я их ревакцинировал. Вот совсем маленькие крольчата, под пухом копошатся. К сожалению, сейчас очень жаркая пора, буквально по всем фронтам, времени никогда-то не хватает, но сейчас это просто какая-то катастрофа с сайтнотом. Я не могу пока выкладывать видео чаще на своем основном канале, но полагаю, что это временно, через пару недель, полагаю, вернуться на прежние темпы. Будет рассказ о кормах, о том, как у меня организовано хранение корма, видео об утках, обобщающие, как я обещал, плюс у меня уже появились новые перепела, новых пород. Да и о весенней пассивной есть что показать. На этом пока все, друзья. До новых встреч на моих каналах.